Ты за бейсмент не болей. Выгнать тебе надо бейсмент, мальчик мой. Ты ночью. Слушайся, слушайся. Так много, Коль. Привет, друзья, это Егор. Прямо сейчас идут выборы в МФЛ 2. А я расскажу вам, почему некоторые команды уже получили приглашение в Лигу. И объясню, почему голосование – дело не только в снятии ответственности, мол, смотрите, вас выбрал народ. Нет, дело в маркетинге. Просто сейчас мы сталкиваемся с той ситуацией, что в течение нескольких дней российский интернет только и говорит о том, кого заявит или не заявит на МФЛ. И рассуждают об этом как Егоров или Ромарой, так и Джарахов или Гуди. Ну и другие, самые известные представители российского Рунета. Повторю, маркетинговое решение идеальное. Всем привет, я Ильдар Джарахов. Я основной братан, пока козлы. Кстати, приглашение в Лигу новых команд без согласования – точно такое же маркетинговое решение. Так почему одни там, а другие нет? Все, опять же, очень просто. Медиа Лига – это не турнир для друзей фиферов или для друзей блогеров, для устоявшегося комьюнити. Нет, это коммерческое предприятие, главная ценность которого – это массовость, качество аудитории и финансы. Но есть проблема. Устоявшаяся медиа комьюнити обеспечить Лигу этими ресурсами уже не может. Я не размялся просто, соперник откачал. Давайте считать, сколько миллионов смотрели видео Германа или Классика пару-треку лет назад, и сколько сотен тысяч, несмотря на рост популярности и ажиотаж вокруг Амкала, сколько сотен тысяч смотрят сейчас? Немного. А если взять Ромароя, Ставра или даже Ничая? Очень и очень немного. Да, ядро подписчиков сохраняется, но цифры уже не те. Что же тогда остается МФЛ? Ну, конечно же, забирать лучшее из медиа, или я бы скорее его назвал, блогерского футбола, и привлекать аудиторию и финансы из других областей. Чем в МФЛ и занимаются, сразу же приглашая те или иные команды. Давайте по списку. Амкал – это и есть ядро медиафутбола. Герман в списке. Не за большие деньги. Проблема решена. Fight Nights – потенциальные миллионы взрослых и платежеспособных зрителей. Их нужно пригласить, важно удержать, а вот отказать невозможно. Формула простая. Камил Гаджиев, приветствую. Десятка, собранная из стендаперов. Те же миллионы зрителей, причем как мужчин, так и женщин. Ну, а также деньги medium quality и возможности medium quality. Формула та же. Отказать невозможно. Ну че, какие планы? Ну че, вот мы вынесли диван в центрополя. РФС или наши парни. Матч ветеранов Спартака и Зенита, который прошел недавно и был показан на Матч ТВ, явил собой интерес публики к этим звездам, который не иссяк за долгие годы. Так что это тоже миллионная аудитория. Причем взрослая аудитория. Но еще РФС – это лояльность чиновников, это деньги серьезных спонсоров и в какой-то мере безопасность. Отказать невозможно. Бразилия Гуркина – это выход на новый латиноамериканский рынок в условиях закрытия другого, европейского. Блогеры-миллионники из Бразилии. Футболисты, которые выступали в РПЛ и которые возвращаются в Россию. Отказать невозможно. Это я называю бонус при регистрации для новых пользователей. Бейбеги – это Спартак. Это действующие игроки сборной России. И, опять же, это генеральный спонсор лиги. Тут тоже отказать невозможно. Следующая категория – важные лица и личные отношения руководителей МФЛ. Эгреси – один из старейших проектов в медиафутболе. Но это не главное. Привлекает другое. Уткин – один из самых цитируемых журналистов России. Уткин – один из самых влиятельных людей вообще в российском футболе. И Уткин, наконец, это один из лучших ораторов в России. Василий, я не могу понять. Ты всю жизнь комментировал большой футбол. Мне жаль, что ты не можешь понять, но есть вещи, которые действительно трудно понять. Которого знает также далеко не только футбольная аудитория. Уткин – это огонь на каждой из пресс-конференций. Если он, конечно, будет туда ходить. Но на одном он пришел и действовал достаточно дерзко, как от него и ждали. Отказать невозможно. Ну, привет. Родина медиа. Тут все еще проще. Текила – главная звезда МФЛ-1. Текила – это серьезный спонсор. Ломакин – глава фикс-прайса и других больших бизнесов. Текила – это тиктокеры. Текила – это артисты. Текиле, который очень много дал МФЛ-1, также отказать невозможно. Ну, что творим? Слушай, как обычно, все, гуляем. Из уже приглашенных в Лигу остается Рубин. Не будем говорить тут о контенте. Мне кажется, это бессмысленно. Нужно думать о другом. Татарстан – один из крупнейших и богатейших регионов страны. Рубин, несмотря на то, что он играет в ФНЛ, один из богатейших клубов. Связь между Рубином медийным и Рубином главным очевидна. А также есть подозрение, что если проверить коннект между руководителями Лиги или руководителями Татарстана или руководителями крупнейших предприятий, то, я думаю, можно найти какую-то связь. Российский футбол уже привезли, и мы должны это исправить. Думаю, с пригласительными вам все ясно. Теперь о тех, кто, наоборот, может выпасть из МФЛ. Это Бэйсмент, Стармикс и Арт. Так почему, вопреки обещаниям, что участники МФЛ-1 автоматически попадут в МФЛ-2, руководители турнира ставят под вопрос участие Арта, Стармикса и Бэйсмента? Здесь все тоже более-менее логично. У Стармикса за несколько лет участия в различных турнирах МФЛ, МКС – полторы тысячи подписчиков на Ютубе. И в последнее время ролики редко собирают больше тысячи просмотров. Этого мало. У Арта дела еще хуже. В районе 650 подписчиков этого очень мало. Бэйсмент, как кажется, другая история. Да, некоторые видосы собирают у них больше 70 тысяч. Редко, но все равно прецеденты есть. Опять же, они могли готовиться к новому сезону и создавать контент под него. Бэйсмент также – это финалист прошлого турнира. Рядом с Бэйсментом, и на пресс-конференциях мы это видим, действительно приходят рэперы и известные личности. И для стороннего человека, в том числе и для меня, не совсем понятно, как финалист может не участвовать в новом турнире. Но слушая интервью главного тренера Шамиля, слушая выступления руководителей Бэйсмента, кажется, что дело в каком-то глубинном конфликте, который касается, возможно, и финансов, и авторских прав. Поэтому судить здесь сложно. Но на данный момент, как мы видим, Бэйсмент – не участники лиги, а участники голосования. Просто сейчас происходит как будто бы по-другому. Сейчас немножко у нас пошли разногласия. Я думаю, мы к этому либо позже вернемся, либо можем сейчас. Давай прямо сейчас. Что случилось между вами и Колей? В общем, у нас произошли некие разногласия, которым, наверное, не стоит говорить. Точно не стоит говорить. Давай просто сейчас. У нас прошли некоторые разногласия, в которых мы немножко попсиховали, я имею в виду не мы, а мы все вместе. Адорганизаторский коллектив. История такая, что нас хотят убрать с турнира. Николай и Осипов. Прямо это серьезно? Да. Это я могу сто процентов сказать. Поэтому, чем это закончится, я не знаю. Но я пока не буду ничего много говорить, дождусь, чем это закончится. А потом я по этой ситуации прям один раз готов буду полностью плотно все рассказать. Но проблема самих клубов в рамках выбора участников для МФЛ не главная. Просто есть еще несколько команд, которые могут быть и должны быть интересны проекту. Во-первых, деньги. Деньги – это не финансы. Деньги – это серьезный запрос аудитории фиферского, блогерского, то есть медийного футбола. Да, можно было бы сказать, что деньги – это как раз то ядро, которое захватывают Амкал и Тудроц. Да, можно было бы сказать, что Ничай и так принимает участие в проекте, являясь ведущим челленджей. А именно, это было уже, насколько я понимаю, объявлено. Но деньги – одна из старейших команд медиафутбола. У денег есть свой стиль. У денег есть своя айдентика. У денег есть интересные персонажи. И поэтому не участие денег выглядело бы несправедливо. И получается, что руководители лиги идут нам навстречу. Ведь включение денег в список для голосования практически автоматически означает передачу им путевки до МФЛ. Опять же, за деньгами – аудитория. Дальше будем говорить с сожалением. Команда GoodMax. Широкое анонсирование чуть ли не с марта или не с начала апреля. Интересная идея. Медийный футбол на стыке с футболом профессиональным. Роман Павлюченко в составе. Но несколько месяцев о команде практически ничего не было известно. Теперь же клуб выкладывает на ютубе банальные челленджи с ударами-поворотами. И все. Опять же, интересный проект. Много интересных людей. Но за что голосовать? Сейчас в этом достаточно сложно разобраться. Команда Рутуба усчезла после Кубка Рутуба. У них 300 подписчиков в Телеграме. И когда ты на самом Рутубе вводишь FK Рутуб, то не находишь ничего. Во всяком случае, у меня не получилось. Другое дело, что Газпром Медиа – интересный партнер для любой лиги. А также у Газпром Медиа достаточно площадок, которые могут переводить на голосование. Именно поэтому, похоже, Рутуб сейчас и находится в районе второго места. Но, помимо этих возможностей, хотелось бы что-то видеть и от команды. Разве нет? В нашем списке остаются GOATS. Команда Гуди. Гуди уже стартовало голосование. Прямо сейчас идет? Да, вы сейчас там, по-моему, в топ-3, в топ-4. Расскажи, пожалуйста, почему пользователи, ну и вообще, медиафутбольная аудитория должна голосовать именно за вашу команду? Она не должна голосовать за нашу команду. Наша аудитория должна голосовать за нашу команду. И новая аудитория, которая будет следить за нашей командой, я уверен, что полюбит нашу команду, потому что наша команда – это команда друзей, которые просто любят играть в футбол. И так совпало, что эти друзья медийные. То есть это каждый со своей аудиторией. В основном это артисты. Есть пару блогеров. Но знаешь, от блогера до артиста один шаг. Ты говоришь, есть блогеры, есть музыканты, певцы. Такой вопрос. Были две команды – Art, StarMix. У них тоже много актеров, много певцов и довольно большая аудитория. Ваша аудитория чем-то лучше? То есть вашей аудитории, вашим фанатам, им будет хоть какое-то дело для футбола? Чем-то лучше. Хороший вопрос. Аудитория лучше? Честно говоря, StarMix считаю неплохой командочкой. Там реально есть интересные ребята. И в медийном плане, и в футбольном. Но я так понимаю, что они делают очень мало контента. То есть они ничего не показывают, ничего не снимают и так далее. У нас очень крутой продакшн. Мы любим снимать всякие приколюхи. Мы любим удивлять. Поэтому с контентом у нас проблем не будет, скажем так. Про арт, честно, ничего вообще не слышал. Не знаю, кто там играет. И она идеально подходила бы для первой категории артистов или рэперов, которые привлекают свою многомиллионную аудиторию к футболу и к медиалиге. И действительно, мы видим, какими именами оперирует Гуди. Он говорит, что Майот интересуется футболом. Он говорит о том, что Джарахов будет играть в воротах. Но есть одна проблема. Если та же десятка уже несколько недель публикует ролики, где главные звезды находятся в кадре, то в команде Гоудс мы видим одного Гуди, который раздает интервью и раздает обещания. Обещания. Верить ли сейчас этим обещаниям? Времена не те. Поэтому, если бы ФК Гоудс еще 2-3 недели назад выпустили бы ролик, как тот же Джарахов стоит в воротах и по ним бьет Майот, если бы они выпустили челлендж или любой матч, в вопросах по их включению не было бы. Но Гуди опоздал. Посмотрим, исправит ли его опоздание голосование. И посмотрим, поверит ли кто-то в то, что все эти звезды будут играть в футбол. Пока что мы их там не видим. Ну а теперь о разочаровании голосования. Вот смотрите, что мешает тем же Гоудс, если они так заинтересованы футболом? Вот прямо сейчас выйти на Красную площадь, например, и сыграть там матч всеми медийными, тем самым собирая голоса. Но если они действительно так хотят участвовать в медиалеке. Что мешает остальным клубам позвать всех своих звезд, чтобы они пели в течение дня в своих соцсетях и тоже призывали людей голосовать? Что мешает всем тем, кто сейчас находится в нижней части таблицы этого голосования, устраивать любые флешмобы и делать так, чтобы публика ими заинтересовалась? Но нет, кроме примерно одинаковых интервью, кроме примерно одинаковых сожалеющих выступлений, кроме легких протестов, причем выполненных недостаточно качественно, мы абсолютно ничего не видим. Это пустота. А что, людям голосовать за пустоту? Я думаю, что те команды, которые в голосовании проиграют на предыдущий вопрос, должны в первую очередь ответ дать сами себе. Ну, это был Егоров на медиалиге. Голосуйте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»